Участвуя в программе поддержки местных инициатив, жители села Новонагаева на общем собрании из пяти проблем, касающихся благоустройства их сельского поселения, пришли довести до конца работу по замене ограждения кладбища. Работу начали с проведения анкетированных селений, в которых подняли пять проблем, касающихся жизнедеятельности нашего сельского поселения. 30 июня состоялось общее собрание жителей, и на собрании жителей было принято решение завершить работу по ограждению кладбища, потому что в 2015 году мы оградили, и осталось половина. На собрании была избрана инициативная группа из пяти человек, которые произвели домовой обход и собирали денежные средства. На проведение этих работ по ограждению кладбища составили проектно-смертную документацию, которая составила 528 тысяч рублей. По условиям проекта финансирование расходов должны быть четыре источника. В результате от населения собрались 70 тысяч рублей. Спонсоры помогли суммой в 38 тысяч. 70 тысяч выделил местный бюджет, и софинансирование от республиканского бюджета составило 350 тысяч рублей. Далее провели электронный аукцион, где тендер на проведение работ выиграла нефтекамская организация. Наша организация выиграла тендер на проведение работы по ограждению кладбища в селе Ново-Нагаево. На данный момент большая часть работы уже произведена. Осталось только монтаж штакетника. Работы были начаты на прошлой неделе. Произведен демонтаж, сварочная работа. Планируем закончить на этой неделе. Прошлое ограждение было из дерева, а так как этот материал недолговечный, он постоянно требовал ремонта или замены, рассказывает старший по кладбищу Вагиз Сулейманов. А сейчас его радует то, что ограждение сделали из металлических материалов. Мы начинали позапрошлом году, в 2014 году. Половину с обоих сторон наладили, а потом последнюю половину соединились в деревню по 200 рублей, денег платили, собрали денег. Спасибо всем народу, которые помогли на эту акцию, соединились. Есть такие люди, которые в святущем саду сорняки росли, такие маленькие только. Они ругали некоторые, не давали. Им тоже спасибо. Пусть живет в Белом Святом, счастливо живет. Вот, который вот дом наших дедей, матерей, бабушек, родных, близких. Кладбищу, дом, ремонтировали. Спасибо. Хочу выразить огромную благодарность всем нашим жителям и спонсорам, а именно всем детям и внукам Акмалова Галия. Ахмед Горееву Адису, который позвонил, мы сразу, он сказал с радостью, что будет давать нам деньги. Он ждал нашего звонка. Ахтемова Рината и Султанова Риту, они и в прошлом году, и в этом году оказали большую спонсорскую помощь. Фасхиеву Фанилю, который приобрел и установил красивые ворота. Всем большое спасибо. Реализация данной программы будет продолжаться. Уже в некоторых сельских поселениях начались подготовительные работы.